ДОЛГОСТРОЯ Купила дочери на свадьбу квартиру, считает, подарила ключи. Плачу кредит и плачу теперь за съемную квартиру для дочери. Теперь у дочери скоро второй ребенок родится на днях, а мы до сих пор не можем ключи получить. По словам директора банкротившейся строительной компании Виктора Шмакова, дом готов на 99%. Но сдать его в эксплуатацию мешают бюрократические проволочки, считает бизнесмен. И добавляет, на уже построенные трансформаторные подстанции не могут смонтировать оборудование. По решению суда объект находится на земельном участке незаконно. Да ни одного нет нарушения. Договор аренды есть, разрешение есть, линейный объект правомерно предоставлен. Обжаловалось несколько раз, Верховный вынес решение и вновь открывшимся уже не принимают документы. Там правовое управление недорабатывает или архитектура? Там прокуратура превышает свои полномочия. Обязала администрацию выйти с иском. На сегодняшний день в производстве арбитражного суда находится дело по освобождению незаконно занимаемого земельного участка. Материал родился по итогам акта проверки, который провели в конце 2017 года. Во вторник было инициировано совещание с участием представителей прокуратуры, всех структур администрации по разрешению данной ситуации. Вопрос отложили в суде пока на 25 сентября. Пустить жителей в квартиры застройщик не может еще и потому, что в одном из подъездов пока еще нет лифта, в других он не прошел пусконаладку. Дом не подключен ни к электрическим, ни к газовым сетям. И строители не могут проверить, как работает оборудование котельной на крыше. Нужно самим вникнуть во все детали этого вопроса и постараться решить. Там также есть какие-то небольшие проблемы с проектной документацией, которые нужно уточнить, внести изменения. Как утверждает застройщик, что в течение месяца после того, как все вопросы будут решены технического характера и законодательного, он готов ввести дом в эксплуатацию. То есть это уже в ноябре, может быть, жильцы могут начать ремонт в своих квартирах. Въехать в свои квартиры в этом доме по проспекту трактора строителей жильцы должны были еще в марте. Но застройщик компания «Стройсфера» отодвинула сроки на конец года. Причем к этому времени он готов сдать три подъезда из пяти. В остальных еще нужно провести электромонтажные работы, установить лифты, облицевать фасад. Дом все еще не присоединен к сетям газа и водоснабжения. «Стройсфера» обещала достроить этот дом, хотя, к сожалению, никаких работ не видно, что что-то двигается. Вот там фасады не закончены и по присоединению к сетям. Будем надеяться, сейчас будем разговаривать с застройщиками о том, чтобы они активизировались как-то по этому поводу, иначе они и до конца года не сдадут этот объект. А здесь уже порядка 120 долевеков. По закону за просрочку передачи объекта долевого строительства его участнику можно взыскать застройщика неустойку. Но в этом случае на строителя ложится дополнительное обременение, и работы на объекте могут заморозить. Поэтому люди, вложившие свои деньги в строительство квадратных метров, в суды обращаются неохотно. Некоторые застройщики идут еще дальше. Людям предлагают официально отказаться от возможности обратиться в суд. Микрорайон Виноградный в Садовом районе. Официально эти дома в эксплуатацию не сданы, поэтому считаются нежилыми. Но по факту занавески на окнах висят, во дворах гуляют мамы с колясками. Район сам нравится. Все в основном молодые, с детьми. Многие уже здесь живут. И из-за того, что дом не сдан, мы не можем оформить детей в садик, потому что мы прописаны в районе. И здесь временную регистрацию даже не можем сделать. В Подолевке здесь куплено около тысячи квартир. Вкладывая деньги в недвижимость, никто не рассчитывал, что новоселье придется отложить на год-полтора. В невыполнении взятых на себя обязательств в застройщик винит глобальную экономику. Ну, задержки первоочередные зависят и от материалов тоже, и цены скачут, сами понимаете. У нас и курс доллара тоже варьирует. Цемент дорожает, металл дорожает. Покупали за 30, допустим, за 32. А на сегодняшний день он подскочил порядка под 50, наверное, уже за тонну, понимаете. И цемент тоже. Это уже все как бы зависит, все один за другим. К нам приходят дольщики этого микрорайона и, конечно же, спрашивают, когда все-таки компания-застройщик это до конца закончит с документами и заселит в эти прекрасные квартиры. Мы, соответственно, звоним к руководителю фирмы и тоже уточняем и, как сказать, даем грамотные пояснения жителям. После разговора с депутатами застройщик назвал конкретные сроки сдачи объектов в эксплуатацию. В октябре акты приемки должны подписать владельцы квадратных метров в позициях 17 и 20. Еще в трех домах строители сейчас остекляют лоджии, монтируют лифты и благоустраивают прилегающую территорию. Многоэтажки, по словам гендиректора Суора, сдадут в декабре. За темпами работы застройщиков народные избранники обещали следить и иногда наведываться на стройки без предупреждения. Персонально может быть человек 20, а так не только ко мне, но и больше, наверное, в администрацию они все практически обращаются. Но обманутые дольщики имеют право требовать застройщиков выполнения своих обязательств. Минстрой составляет списки совместно с прокуратурой, надзорными, ведомственными, которые признают проблемными. Вот есть проблемные объекты, на которые мы в данный момент не поехали. Это Гражданская 6, Каратонстрой, где уже не сам застройщик, который начал будет достраивать, а будут через конкурс определяться новые застройщики, которые будут за старым достраивать. В прошлый раз мы выезжали с комиссией на объекты проблемные. Это вот рядом с Шупашкаром дом по тракторостроителям, тоже представитель вот этой компании «Стройсфера». Его достроили уже, уже ввели в эксплуатацию. Это был год, по-моему, в прошлом году, да. И также, если из тех, которые мы проезжали в прошлый раз, здесь вот рядом был пятиэтажный дом, то есть с ним тоже проблемы, вот позицию не помню, проблемы были с подключением. Тоже после того, как мы эту проблему взяли на контроль, как бы его осветили, этот был дом сдан, и уже жильцы живут. То есть, как бы, суть в том, что эти вопросы нужно брать на контроль, привлекать к ним внимание, прессы, администрации, депутатов. Тогда сам застройщик начинает уже, как бы, стремиться для того, чтобы быстрее сделать, ввести в эксплуатацию. В конечном итоге, конечно, для жильцов это благо.